МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир телеканала Россия продолжает вести ульяновского региона. В студии Рина Шмыгова. Добрый вечер. Коротко о главных темах уходящего дня. Оползни активизировались в эпицентре село Арское под угрозой храмовый комплекс Ксении Петербургской. Без воды в плюс 37. Чиновники уверяют, ситуация под контролем. Люди продолжают просить о помощи. Очная ставка в региональном правительстве. А также змей Горыныч приплыл в Ульяновск. Что изучают историки и почему в плавание пустились на ладье? Продолжается регистрация кандидатов для участия в выборах на пост губернатора Ульяновской области. Первым в региональный избирком документы подал депутат Госдумы Сергей Маринин. Его выдвинула партия ЛДПР. И сегодня свое желание участвовать в предстоящих выборах подтвердил Алексей Русских. Глава региона подал документы в избирательную комиссию. Для меня это огромная ответственность. И для меня лично, и перед президентом, который доверил мне временно исполнять обязанности губернатора. Это и большая ответственность перед моей партией, которую я представляю. Буду разговаривать с народом, готов отвечать на их вопросы. Именно они лучше всех знают истинное положение дел в Ульяновской области. На их мнение я и буду опираться в разработке своей избирательной кампании. Тем временем участники предвыборной гонки заручаются поддержкой избирателей и проходят муниципальный фильтр. Партии, которые своих представителей не выдвигали, голоса дадут наиболее достойным кандидатам. Посовещавшись, мы приняли решение поддержать кандидатуру Русских Алексея Юрьевича. Это решение продиктовано тем, что мы считаем, что политические силы должны консолидироваться вокруг проблем Ульяновской области. Они делятся на цвета, на кандидатов. Сейчас области необходим крепкий управленец. Кроме Алексея Русских, сегодня в региональный избирком документы подали еще два кандидата. В движении сад партии «Родина» Эльдар Габитов и кандидаты от партии «Новые люди» Светлана Горева. Напомню, сами выборы состоятся в единый день голосования 19 сентября. Тогда же ульяновцы выберут и депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. И к другим темам. В Ульяновске вновь активизировались оползни. Однако на сей раз в новостных сводках фигурирует не разрез Милановского. Эрозия почвенного слоя поразила округу села Арское. Причем оползень покусился не только на дома, но и на христианскую святыню. Эдуард Истомин подробнее. Неожиданно и не ко времени. Так пришли оползни в село Арское. Коварное явление не пощадил даже храмовый комплекс Ксении Петербургской. Если здесь срочно не принять меры, то неизвестно, чем все это закончится. Храмовый комплекс в Арском славится богослужениями, а еще знаковыми событиями с участием детей. Сейчас за их судьбу опасаются родители плюс служители церкви. Трещина глубокая. Там засыпана землю. И в эту землю, она рыцлая, мягкая, двухметровую палку суешь и дна там не достанешь. Понимаете, там глубина приличная. Поэтому, если не дай бог туда упадет, в эту речную, ребеночек, там его никто не найдет никогда. Первую почвенную агрессию храм отразил. Добрые люди организовали подвод песка с глиной, наступление эрозии временно купировали. Но где гарантия, что завтра же оно не возобновится? Рядом с храмом домовладение, и они в опасности. Участок семьи Сорокинах это своего рода аванпост. Он на границе со стихией. Люди боятся спать по ночам. Еще два метра. И наш огород, и наш дом уйдет вниз. Обрыв очень глубокий. Наверное, глубиной пять метров. Ближе всех к зоне обвала скотина. Это коза Моти, теленок, мишка и ягнята Гешки. Да и картошку может съесть оползень. И тогда семья останется без пропитания. Я не работающий человек. У меня ребенок инвалид, я по уходу. Идет все к нам в огород. Пожалуйста, помогите нам. Мероприятие по глиняному тампонированию почвы уже провели. Если эрозия не прекратится, то нужны изыскания. Далее проектируется противооползневая защита. Третий этап уже сами работают. Ну, уже одни изыскания. Только миллион рублей. Ну, не меньше миллиона, наверное, проект. По моему мнению, депутат по округу должен инициировать исполнение проекта. Уползния положили не только Арское. Рядом село Погребы. И здесь почва играет по своим неведомым правилам. А бывало тут то и дело. Каждый день едут люди с работы на работу. У нас более двух тысяч дач. Также на Никольский родник ездят. И дорога в ужасном состоянии. Первый звоночек уже был. Здесь недавно произошло ДТП. На фото видно, как автобус завалился набок. Кроме того, на самой дороге ползут трещины. Если трасса выйдет из строя, ездить по ней будет крайне опасно. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Перебои с водоснабжением сразу в нескольких районах области. Одна из ключевых тем аппаратного совещания, которое утром прошло в региональном правительстве. В жару без воды остались жители Шиловки, а также ряда улиц Вышеевки. В докладах местных чиновников заявление о победе над проблемой. А что на деле? Алексей Русских рассказали сами сельчане. Репортаж Артема Петрова. На улице жара больше 30, воды в кране нет. И не было уже 5 дней. Эти кадры сняты в минувшую субботу. А такая картина уже сегодня. Сегодня с приездом телевидения 28 числа появилась вода. С понедельника по воскресенье, когда на улице температура достигала 37, жители ряда улиц Вышеевки остались без воды. Подвоз был организован, но то вода была смешана с песком, то привозили ее в рабочие часы, когда дома по большей части пустовали. Температура была до 30 градусов. Мы каждый раз, вот был тазик до воды, который мы смогли нанести 5 литров воды, обливались этой водой, чтобы выживать дома каким-то образом. В итоге вода из крана полилась вместе с началом аппаратного совещания в правительстве региона. Съемочная группа телеканала «Россия» сейчас находится в рабочем поселке Ишеевка. Рядом со мной находятся местные жители, которым есть что рассказать. За пару минут до нашего выхода в эфир глава районной администрации доложил, что ситуацию с водоснабжением нижней части Ишеевки удалось решить благодаря грамотно проведенным работам. Кирово, Гимово, Школьное, Колхозное, Ульяновское, Октябрьское. Там ситуация действительно тяжелая. Люди воду не получают, организовываем подвоз воды. Но еще раз говорю, по новой схеме получилось частично запитать эти улицы. Вот только проблеме уже не первый год и местные жители в такие совпадения не верят. Чудесным образом ситуация с таким, что получается, когда нам предлагают телевидение выступить, когда нам приезжает губернатор, у нас вода появляется. И после нашего эфира сегодняшнего с вами просьбы, чтобы нам ее не отключили. Глава региона заверил жителей Ишеевки, что вопрос, наконец, сдвинется с мертвой точки. А районное руководство Алексей Русских призвал провести серьезную работу над допущенными ранее ошибками. По графику подачи, по качеству, я думаю, это вполне по силам. Коллеги, давайте мы все-таки посерьезнее. И не надо докладывать на аппаратном совещании, что все хорошо. Дела обстоят несколько не так, как докладываться. На решение вопроса дан конкретный срок. Детальный разбор проблем с водоснабжением в Ишеевке пройдет ровно через неделю. На следующем аппаратном совещании курировать работу местной власти теперь будет областное руководство. Артем Петров и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. 11 лет как одно мгновение с разными оценками в аттестате и разными планами на жизнь. Кто-то с песней, а кто-то и со слезами на глазах. Почти 3000 ульяновских выпускников в минувшие выходные навсегда попрощались со школы. Мы учились по такому принципу терпения и труд, все перетрут. Поэтому сейчас мы, конечно, волнуемся выходить во взрослую жизнь, но нам это все интересно и увлекательно. Самые яркие аккорды долгожданного праздника в этом году прозвучали под открытым небом. Перед началом торжественной церемонии в каждом школьном дворе провели генеральную уборку и дезинфекцию. В выпускной будет проходить во внутреннем дворике. Аттестаты будут вручаться ребятам там же. Больше ни в какие кафе, никуда пока не собираемся. Решили провести вот так в связи с пандемией. Но главное – школьный дефилет. Танцы и сотни фотографий на память. Все, как полагается, было. О первых двойках в такой вечер вспоминать не принято. Уже по традиции говорят только об успехах в нелегком учебном труде. У нас из трех тысяч выпускников более тысячи выпускобальников. То есть это выпускники, которые имеют от 90 до 100 баллов. И кроме этого, конечно, кандидаты на медаль за успехи в учении. У нас их на сегодняшний день 323. И кроме этого, конечно, у нас есть 100 баллиники, их 13 человек. И выпускница 11-го лицея набрала 200 баллов. И эти результаты, конечно, работают. И Ульяновский речной порт оказался под властью Змея Горыныча. В областном центре причалила ладья, сделанная по образу и подобию русских кораблей 9 века. Змей Горыныч был участником научной экспедиции и путешествовал по России, странам Балтии и Скандинавии. А в Ульяновске на некоторое время стал своеобразным музеем на воде. С подробностями мой коллега Игорь Кранцев. Несмотря на жаркую погоду, в речном порту многолюдно. Большинство всматриваются в сторону императорского моста. И вот после яхты катеров в акватории Волги появились очертания весьма необычного судна. А вскоре стали хорошо заметны и три головы, и экипаж, больше похожий на дружину древнерусского князя. Здравствуй, Симбирск! Ульяновск! 10 тысяч и 500 километров шла ладья Змей Горыныч! Построенная самарскими и карельскими мастерами, ладья два года бороздила просторы Балтики. Экипаж искал остров Русов. Оттуда, как считается, происходил князь Рюрик. Вероятнее всего, это самый большой остров современной Эстонии. Этот остров оказался остров Сарема. И мы впервые еще никому не говорили, а вот здесь, так как столько людей пришло нас встречать, объявляем об этом. Члены экипажа раскрывают секрет. В ладье, построенный по образу и подобию судов 9 века, все же есть современные элементы. Например, бездвигатели сейчас просто не выпустили бы в море. Но пользовались им крайне редко. Граблестроители 9 века дело знали, и Змей Горыныч с честью прошел испытания. Сильные такие, конечно, не попадали в ситуацию штурма, но была и волна там двухметровая, и ветерок там, кто и где это прихватывал. Но он себя нормально показал. Это сказочным Змеем Горынычем пугают детей. Этот же трехголовый змей оказался вовсе не страшным. Наоборот, дарил положительные эмоции каждому, кто поднимался на его борт. Все, теперь ты морской волк. Мечи, шлемы, щиты. Почувствовать себя древнерусским воином тоже мог каждый желающий. Позволить прикоснуться к истории – это также часть миссии похода Змея Горыныча. Тяжелый? Очень. Я не знаю, как люди в нем ходили. Из Ульяновска ладья взяла курс домой. Скорее всего, до следующего года. В настоящее время в Самарской области строят еще три подобных корабля. А потому в будущем году в путешествие отправится уже не одно судно, а небольшой флот, подобный древнерусскому. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. На этом у меня все. Берегите себя. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса. В центральных районах области чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.